Ребятки, всем привет! Всех-всех вас целую и люблю! До луны и обратно! В общем, девчата, помните, я вам вчера говорила, что привезут стеклопакеты? В общем, привезли, установили, поставили, и, в общем-то, получилась вот такая вот красота. Вот такой вот закрытый навесик. Вот, я увидела девчата, ну, как увидела? Увидела, сейчас у многих вот такие стоят, именно вот с такими вот перегородками. Мне почему-то всегда казалось, что они наружу, что неудобно мыть окна. А оказывается, вот эта вот часть находится там внутри. То есть, и с той стороны можно мыть, и с этой стороны можно мыть. Так что, вот такая вот у нас красота получилась. Видите? Вот такой вот навесик. Пока запенились, здесь еще надо, сказали, наступать нельзя на порог. Так, на порог наступать нельзя, там Эдик будет бетоном подливать. Чтобы вот этот порог алюминиевый не прогнулся. И, в общем, получается вот, что у нас вот такое вот хорошенькое помещение. Вот такой вот летний навесик. Девчата, мы здесь будем проводить больше полгода в году. Вот в этой летней кухоньке, вот в этом навесике. Постоянно будем крутиться здесь, вот. А зиму, да, зиму уже будем проводить в доме. Даже когда кухню уже сделаем, да, в доме, я навряд ли думаю, что в морозы мы будем сюда бегать. Ну, если что-то такое там пожарить, что имеет запах или что-то такое, да, можно будет и здесь. А так вот в основном с ранней весны до поздней-поздней осени. Вот эта летняя кухонька и вот этот вот навесик. Навесик, ну, это, наверное, как зона отдыха будет или что-то типа такого, я не знаю. Кама, ты видела? Да. Понравилось тебе? Поздоровайся. Всем привет. Так что вот. Вот такие вот, девчата, продвижения. Когда мы те окна ставили, да, на дом, ну, это было лет сколько? Шесть назад. По-моему, лет шесть назад мы когда стеклили весь дом. Первые мы поставили, конечно, в тот дом. Я еще помню, мы приехали, здесь были деревянные окна. Вот. Вот тем окнам, наверное, лет восемь уже. Вот этим вот лет шесть. Но тогда, когда мы ставили вот эти окна, вот это не распространено было, да, вот так вот. Вот с этими перегородками. Если бы... Ну, сейчас уже все, ничего не исправить. Это заново окна ж не будешь ставить, правильно, из-за этого. А так, если бы вот сейчас бы ставили, я бы на весь дом бы, наверное, что... И Эдик говорит, я бы, говорит, тоже вот поставил бы именно вот такие. Не знаю, они как-то так интересно смотрятся. Или просто на те смотришь, что те приелись, а эти уже какие-то совершенно другие. Заходи, холодно. Так что вот такое вот помещение. Вот так вот девчата выглядят. Не знаю, ну, ремонт... Да, ремонт, наверное, мы сейчас зимой точно там делать не будем. У нас тут и в кухне хватает делов. Наверное, ранней весной. Ну, какой здесь ремонт? Плитку, наверное, на пол положим и как-то стены облагородим. Там потолок мы пластик покупали сюда. Когда летнюю кухню брали, помните, мы тогда вместе с вами ездили в магазин. Мы сразу взяли и потолок. Здесь будет пластик. Полы будут, плитка. Ну, и что-нибудь со стенами там придумаем. Так что вот так вот иду. Так, девчата, сейчас я вам что-то покажу. Что-то вам покажу. Читайте. Юлькины мечты. Вот такие вот дела. Именная вещь, девчата. Бренд. Бренд Юлькины мечты. В общем, смотрите, я вам сейчас расскажу. Мерч. Мерч. Это сейчас по-новому так называется? Мерч, девчата. Мерч. В общем, смотрите, девочки. Сейчас я вам расскажу. Я познакомилась с одной женщиной. Все как есть, так и рассказываю. Познакомилась с одной женщиной в WhatsApp. Ну, то есть она моя подписчица. Она мне написала. И она говорит, Юля, я так и так вот делаю там. Именные могу изделия делать, да. Как бы мне с вами поработать. Ну, то есть я бы выступала как в роли посредника, что ли, получается так, да. Может, кто-то что-то закажет. Я говорю, нет, давайте, так дело не пойдет. Не хочу я быть никаким посредником. И все такое. Я говорю, давайте так. Я лучше ваш номер, ваш WhatsApp поставлю. И людей, кого это заинтересует, они сами вам напишут, да. И вы уже все обговорите, все решите. В любом случае, кто кого-то из моих подписчиков это может заинтересовать. В общем, эта женщина, зовут ее Наталья. Ей 52 года. Девчата, она мастерица на все руки. То есть она делает всякие всевозможные изделия. То есть вот что я вам сейчас покажу, это просто, ну, мизер из того, что она умеет делать. Вы можете у нее заказать любое вязаное изделие. Можете даже именное. То есть я так поняла, ну, допустим, вот этот шарфик даже взять, да. Да, Юлькины мечты. Ну, это же просто прелесть, блин, а. Смотрите. Так. Вот когда она мне этот шарфик, когда мы уже с ней договорились, я говорю, давайте я лучше вот скажу про вас, да. Не хочу я быть ни в роли никакого посредника. Лучше я скажу. Если кого-то заинтересует, вам напрямую на WhatsApp напишут, и вы все это обговорите. Я так поняла, когда она мне высылала вот этот шарфик, то есть, ну, она мне высылала сначала дизайн, да, то есть, чтобы вы хотели, несколько вариантов. А я уже выбрала, допустим, то, что я хочу. Я так поняла, что она, наверное, на компьютере это вот распечатывает сама рисунок, а потом уже вот как-то его, как это все можно сделать, я не понимаю. Даже близко не понимаю, как можно вот этот логотип, допустим, Юлькины мечты перенести на шарфик. Но, я же вам говорю, это женщина Мария Искусница. И, в общем, я выбрала, по-моему, три варианта она мне присылала. И буквально это было вот несколько дней назад. Я только, я не знаю, когда она это все сделала. И уже вот смотрю, через несколько дней пришла посылка. Вот. И, в общем, девчата, вот такой вот шарфик. Но это, я же говорю, самый минимум. Самый минимум того, вы можете у нее заказать любое вязаное изделие. Ее WhatsApp, девчата, Наталье WhatsApp, я оставлю в первом комментарии под видео. Дальше. Камуйский она прислала вот такую вот подушку. Тут так и написано. Камиле. Камила уже вчера ее забрала. Она тут и свою забрала, и эту забрала. В общем, на двух подушках тут лежит, балдеет. В общем, вот такая вот подушка. Видите, именные такие вот изделия. Камиле. На, Камила. Я думаю, что вы можете у нее и свитера какие-нибудь заказать, и кофты, необязательно именные. Может, она, что еще, она высылает несколько вариантов, девчата. А вы уже из нескольких вариантов выбираете то, что надо вам. Дальше. Вот такую вот девчата она подушку прислала. Новый, 2023 год. Вот такая вот надпись. Вот этот рисунок, это все, она как-то вот это все создает сама. Вот такая вот подушечка. Держи. Кама лежит там за кадром. Но и это еще не все, девчата. Мало того, что она занимается вязаными изделиями, она еще, девчата, у нее можно заказать обувь. Как мужскую обувь, так же и женскую. Как с дермантина, так же и с настоящей кожей. Так же, у кого там проблемные ноги, да, допустим, тяжело подобрать обувь. По индивидуальным размерам, я не знаю, как это делается, девчата, вы с ней через WhatsApp уже спишитесь, если вам эта тема интересная, и она вам все расскажет. В общем, прислала она такие сапоги. Она говорит, Юля, я знаю, что у тебя, говорит, 41 размер, но, говорит, тебе они будут маленькие. И вчера же приезжала Алина мне помогать с уборкой. Алина померила, девчата, на нее шикарно, вот просто шикарно. И Алина говорит, ой, я в мороз, говорит, буду одевать, даже очень, говорит, запросто буду. Типа, знаете, сапоги-уги. То есть, эта женщина, вот она тоже делает еще и вот обувь изготавливает, и мужскую, и женскую. Подошва здесь, ну, я не знаю, эти, наверное, сапоги, наверное, сносить, не сносить. Девчата, говорила, говорила, телефон сел. И подошва здесь, вот видите, вот такая вот прошитая подошва, то есть, наверное, они просто неубиваемые. Наверное, им не будет сноса. Так что, девчата, вот ознакомила я вас частью того, что умеет делать Наталья. Буду рада, искренне рада, если я чем-то ей помогла, если у нее будут клиенты. Тем более, у такого человека, который все создает сам, да, хочется, конечно, чтобы его труд, чтобы со своего труда он имел какой-то заработок. Буду очень рада, если я ей чем-то помогла. И буду рада, если вас тоже, девчата, заинтересовала вот такая вот продукция. Так что, ватсап, девчата, в первом комментарии под видео. Так, девчонки, ребятушки. В общем, смотрите. Кто со мной давно, кто мои подписчики уже давно-давно со мной, да. Я очень много показывала, вот, ну, обычаи местные, как они проходят. Ну, какую-то часть, да. То есть, все, наверное, я ей показывала, да. И, в общем, кто мои новые подписчики, я думаю, им тоже будет это интересно посмотреть. Так что, девчата, вы-то уже знаете, а кто новые, не знает. И, в общем, смотрите. У нас у соседей сегодня была годовщина. То есть, сделали год, это, получается, поминки. Ну, год, вы поняли. И, в общем, раздают девчата пакеты. Пакеты я тоже много раз показывала. Они, ну, как бы, вот, принцип один и тот же. Ну, чем-то вот, чем-то бывают между собой похожи. Кто, что, кто, как говорится, материально на что способен, да, тот, кто и ложит. Ну, в принципе, все в пакетах всегда ложат, ну, одинаковое, да. Там, может, конфеты какие-то отличаться или еще что-то. И, в общем, смотрите. Родственники делали годовщину. И эти пакеты, девчата, то есть, как проходит годовщина. Накрываются столы. Конечно же, приезжают там все родственники, соседи, близкие, там, внуки, правнуки, там, все-все-все-все. Накрывают столы. Люди приходят, людей кормят. И людей кормят, и всем дают, девчата, ну, всем соседям раздают там, да. Всем соседям, всем родственникам вот такие пакеты. Ну, как правило, семья делает, наверное, ну, тоже, бывает и 400 девчата пакетов делают. Бывает и 100 пакетов делают, и 50 пакетов делают. Все зависит, конечно же, от финансовой, там, какой-то, не какой-то, а самой главной ситуации. Это финансовая ситуация, да. И, в общем, девчата, смотрите, я сделаю такую распаковку этого пакета. Я же говорю, кто мои новые подписчики будут, им будет интересно. В общем, смотрите, курица в пакете идет. Вот, курица. Пакет хороший, тяжелый, то есть, неподъемный его, ну, тяжело очень поднять. Тут дети уже, конечно, этот открывали кое-что. Ну, вот конфеты, конфеты, девчата, вот это у нас такие. Коровка, конфеты-коровка. Это уже кому-то пришла со школы. Первое, что под руку попало, я себя вытащила. Вот чай-пачка. Вот такая вот булка. Эти пакеты делают на 52 дня тоже, на годовщину делают. Потом уже на 2 года, уже, ну, конечно, не в таком объеме, не в таких количествах. На 2 года тоже жарят лакумы там, да. Лакумы жарят, раздают тоже по соседям. Какие-то сладости, все это вот, ну, пакеты тоже складывают. И вот так вот разносят. Объединяются все родственники. Это не то, что там кто-то один делает. А то есть все-все родственники объединяются, конечно, скидываются. Для семьи, кто это делает, это, конечно, затратно. Ну, а что? Есть такие, девчата, обычаи. Затратно, но делают все. Все, дабы вот помянуть усопшего. Вот такие вот в пакете орехи. Пакеты могут, ну, чуть-чуть чем-то отличаться. Там, по наличию конфет кто-то вложит там дорогие, да. Ну, опять же, от финансовой ситуации. Кто-то подешевле. Вот, видите, в конфеты сникерсы. Этот пакет, конечно, ого-го, очень такой, ну, затратный, я так скажу, что там греха таит. Вот такой, девчата, это типа, ну, вот, как вы знаете, это чак-чак. У нас это называется халва, а вообще это чак-чак. Дальше. Макароны вот такие вот, барила. Вот такие вот, девчата, печенья в коробочке. Так. Вот такие вафли Яшкина. Дальше. Вот сами, девчата, лакумы, то есть, жарили лакумы. Здесь идет лакум у нас. Вот. Я лакумы вам показывала тоже, как мы делаем. Дальше. Потом идут вот такие вот, это тесто лакумное, но внутри, девчата, идет творог. Вот. Это тоже семья. Да, то есть, все родственники собираются, все вместе жарят, девчата, и по пакетам ложат. Так. Дальше. Вот такая вот сгущенка идет. Кофе-банка идет. Пачка соли. Ну, вот этот набор, допустим, который по конфетам может что-то отличаться. Я же говорю, кто наш, кто-то что-то, ну, может подешевле ложить, кто-то может подороже ложить. Это уже все от денег зависит, да. Но вот такой набор, как подсолнечное масло, тоже все зависит от бюджета. У кого бюджет позволяет и большое ложат. Вот это большое у нас масло, двухлитровое, кто-то 95-литровое раздает. Вот. Ну, а стандартный набор, это масло. Ну, хотя бы вот литровое, там, 900 грамм обычное. Потом соль, это тоже стандартный набор, то есть, это всегда во все пакеты ложится. Чай, тоже чай, кофе. Кто-то может кофе ложить, и чай, и кофе. Кто-то, допустим, только чай ложит. Ну, опять же, я говорю, от каких факторов это зависит. Соль, это всегда, это вот обязательно ложат в каждый пакет. Ну, то есть, любая семья, да, если коснись вот такого мероприятия какого-то. Макароны, то есть, это тоже такой обязательный набор. Дальше, девчата, сахар, тоже большая, то есть, это не килограммовый, по-моему, полутора килограммовый вот такие вот пакеты. Так, это рис тоже, это тоже, да, это большие пакеты, то есть, не килограммовые. Там уже сейчас и набор продают специально, то есть, готовые уже, то есть, вот такие коробки. Там идет соль, ой, соль, рис, гречка, сахар, да, ну, по крупам уже кто, кто что ложит. Но в основном, основное, это бывает рис, сахар, либо сахар, гречка, ну, в общем, вот так вот. Может только вот чуть-чуть меняться вот это, да, дальше. Так, вот такие вот конфеты, девчата, пачка. И вот такой вот сок. И вот вам, пожалуйста, получается, вот что я разложила, получается этот стол. Как, девчата, и что это делается, ну, я вам рассказывала. То есть, один человек, конечно же, на... Ой, прошу прощения, у меня еще отголоски вот этого, того, что я, девчата, болела. У меня и тут и простуда тоже выскочила, но уже я отхожу. Но переношу всегда вот эти заболевания на ногах. То есть, я не умираю. Ну, никогда я прям серьезно как-то гриппом не болела. Все на ногах переносит сейчас. Так, ну, получается, вот, я же говорю, кто-то один, девчата, вот, кто-то скажет, это ж какие деньги, это ж где это все взять, это ж... Ну, вот, родственники, все родственники, девчата, собираются. То есть, человек один на один со своей бедой и горем не остается, да. Здесь и родственники, и соседи, и все близкие, все объединяются в этот момент. Ну, и, конечно же, каждый старается вот что-то сделать получше, да, как-то вот помянуть своего родственника там еще лучше, еще лучше. Ну, в общем, как-то так, девчата. Я знаю, что для кого-то это будет, ну, вот, гико. Кто-то вот сейчас, кто-то, не кто-то, а когда я снимаю такие видео, все начинают, девчата, переводить это все в деньги. А что, ну, здесь так, видите, годами, десятилетиями. То есть, это не сегодня и не вчера здесь придумано. Когда не было, допустим, вот такого вот богатого выбора, да, ну, это сейчас вот все, все сейчас есть на автовых базах, вот все, что ты хочешь. А раньше, когда не было даже, говорит, пакетов целлофановых, это тоже имело место быть. То есть, шили пакеты, на машинке, говорят, строчили пакеты с бумаги, с газеты, по-моему. Несколько слоев складывали, строчили вот эти вот бумажные пакеты, и вот в эти пакеты складывали там, ну, может быть, да, не было там каких-то крутых конфет там или чего-то такого. Ну, вот, в общем, что могли по тем временам, да, тоже складывали и вот так вот разносили, поминали, раздавали. И, в общем, в общем, девчата, вот такие вот дела. Так что, я думаю, моим новым подписчикам будет эта тема интересная. В общем, ладно, ребятки, все, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю давно и обратно.